Слово было сказано в прошлый раз, и оно у меня в голове засело. Слово было вредно, не то что вредно, но это имеет влияние на происходящее, а именно слово было регулярное выражение, и вот оно у меня в голове сидит, и мне кажется, что имеет смысл про него поговорить. Я от кого-то из здесь присутствующих слышал, что они, эти самые присутствующие, имеют понятие о том, что такое регулярное выражение. Помашите ручками, кто действительно имеет об этом понятие. Откуда? А, понятно. То есть у вас был курс программирования, в котором были, ну в питоне, естественно, да, это очень мощный движок в питоне, регекспы, и что-то такое вам про них рассказали. Понятно. Давайте мы посвятим этому лекцию. Во-первых, потому что это интересная тема, и она вам, я так думаю, и безо всякого системного программирования будет полезна. Во-вторых, потому что на самом деле регулярные выражения очень сильно облегчают именно командный интерфейс, то есть ситуацию, когда вам нужно полуавтоматическим путем обрабатывать текст. Прежде чем, значит, да, я, поскольку это решение принял буквально вот сейчас, у меня конспекты есть только старые, так что не взыщите, будут на русском языке. Вот. Значит, поэтому я очень надеюсь на конспекты на английском, кто их делает, вот прям надеюсь, надеюсь. Спасибо. А, значит, для начала давайте вспомним, у нас уже два домашних задания было, потому что второе я только сегодня придумал. Два домашних задания на такую штуку, которая называется fnMatch. Это сопоставитель, функция, которая сопоставляет некоторую строчку с некоторым шаблоном. Шаблон используется также и, например, в... Что там у нас еще есть? lsf звездочка, e звездочка. Или, допустим, p звездочка, o звездочка. Нет, это было o. Вот. Шаблон – это некоторый простой язык описания строки, в котором некоторые символы заменены на, ну, вот, так называемый спецсимвол или управляющий. Шельные шаблоны, они же, используемые в функции fnMatch, описывают fnMatch. Описывают довольно простую структуру, которую очень легко и быстро приложить к строке и проверить, соответствует ли строка шаблона. Очень легко и быстро, это значит, буквально, значит, если не за линейку, то, по крайней мере, там относительно несложны алгоритмы. Вот. Шаблоны мы с вами уже смотрели на семинаре. Поскольку это был семинар, давайте я их еще повторю, это очень простая штука, повторю явно. Значит, когда вы задаете шаблон, вы можете задать, как я уже показывал, звездочку. Это любое количество любых символов. Если мы указываем вопросительный знак, это ровно один символ. Не ноль, но и не два, ровно один. Ну, например, вот если мы вот так напишем, вот будет два. И мы можем указать еще диапазон, ну, например, вот так вот, а там дефис, n звездочка, точка, звездочка. Вот сюда вошли все строки, которые начинаются на букву от а до n, но не вошли те строки, которые начинаются там на m и на цифры и на все остальное. Вот. Ровно этим шаблоном пользуется функция fnmatch, которая у нас была в домашних заданиях. Вот. Но у такого рода шаблон, да, значит, как работают шаблоны, прежде чем прийти дальше? У нас нечто определяется как строка. Какое именно это нечто? Это вопрос дальнейшего разбирательства. Потому что иногда мы говорим, что мы строкой называем, ну, допустим, строку, которая кончается переводом строки. То бишь, ну, вот реальную строку текста. В случае прикладывания шаблонов к именам файлов мы строкой называем на самом деле имя файла. Вот. То есть мы сопоставляем имя файла вот этому шаблону. Вот. В некоторых случаях строкой может являться нечто, какой-то кусок текста, в котором переводы строки есть, и их много. Это тоже может быть названо строкой. Поэтому давайте пока что строку определим как просто последовательность каких-то символов. Вот. Мы берем шаблон и пытаемся распознать, какой части шаблона, какая часть строки соответствует. То есть фактически мы разделяем наш шаблон на некоторые атомарные подшаблоны. Их тут четыре. Это первый атомарный подшаблон, означающий один любой символ из диапазона. И это второй атомарный подшаблон, означающий любую строчку любой длины. И это третий атомарный подшаблон, означающий просто символ точкой, не более того. А это четвертый, означающий опять-таки любую строчку любой длины. И дальше мы сопоставляем, то есть выполняем так называемый матчинг. Сопоставляем этот шаблон со строчкой и получается, что вот это первый подшаблон, потому что это f, вот это второй, потому что это звездочка, вот это третий, потому что это точка, и вот это четвертый, потому что это звездочка. Если нашу входную строку невозможно таким образом разбить на соответствующие строчки, которые соответствуют шаблонам, сопоставление невозможно. Ну и стало быть, такой файл, в данном случае файл, не выводится. Вот из этого списка, как видите, вывелись не все. Такие дела, то есть шаблон это некое описание строки, дальше нам попадает на вход строка, которую мы сами определяем, откуда мы, как именно она находится. Дальше мы пытаемся эту строку сопоставить шаблоном, шаблону путем разбиения на подшаблоны и сопоставить какой-то кусочек строки под шаблоны, ну и дальше принимаем решение да или нет. Вот. На самом деле схема шаблонов вот такая, она слишком простая. Она очень неплохо работает, когда мы имеем дело с файлами, потому что нам в принципе не очень интересно задавать какие-то хитрые условия на имя файла. Ну все файлы кончающиеся на C, да, там, все файлы начинающиеся на A, ну какие-то такие простые штуки. Вот. Например, таким способом мы не можем даже определить целое число, потому что целое число состоит неизвестно из какого количества цифр. Вот. То есть мы не можем сказать, покажи мне файлы, имена которых состоят только из цифр любого количества. Почему? Ну в первую очередь потому, что на самом деле в шаблонах вот это вот только из цифр и при этом любого количества объединено в один флакон. То есть у нас либо мы говорим любое количество любого, либо мы говорим из диапазона, но одно. Вот. Логично переформулировать в голове, сделать более сложный язык, в котором вот эти понятия повторитель и диапазон были бы разнесены. Наверное, у вас не было теории формальных языков, да, классификация по Хомскому, ничего такого не было. Тогда мы это дело пропустим, потому что это интересная теория, которую можно изучать целый семестр. Вот. Правда, интересная. Но, короче говоря, регулярное выражение – это такой тоже движок шаблонов, который позволяет описать достаточно широкий класс порождаемых слов. И, соответственно, в обратную сторону, если у нас есть некий набор строк, мы можем из этого набора строк выбирать, сопоставлять каждую строку с некоторым регулярным выражением в довольно широком классе. Вот. Регулярные выражения не позволяют описать произвольную строку произвольного формата. Вот. Но с этим мы еще встретимся дальше. Там есть определенные ограничения. Чем отличается регулярное выражение от шаблона? А вот ровно тем, что понятие повторитель и понятие класс символа в нем разнесены. То есть, давайте, что ли, определим какой-нибудь текстик, в котором мы все это будем искать. Ну, скажем, вот у нас, допустим, календарь на год. Вот. Будет называться икал. Так вот, значит, этот самый икал содержит все одноженные строки. И сейчас мы будем по ним искать регулярное выражение. Значит, для чего регулярное выражение, для чего этот движок может использоваться? Как мы уже говорили, видели, для, в первую очередь, для фильтрации из потока каких-то строк, тех строк, которые нашему выражению регулярному соответствуют. В случае, когда мы работали с файлами и шаблонами, мы описывали полное имя файла. Вот. Как правило, в случае поиска регулярного выражения мы ищем не всю строку, которая в точности соответствует регулярному выражению. Это называется как раз matching. А мы ищем строку, в которой есть подстрока, соответствующая регулярному выражению. Это называется searching. В остальном, в общем, все то же самое. А главной и наиболее часто употребимой утилитой командной строки, из-за которой, собственно, считается, что использование регулярных выражений довольно удобная штука при работе с Linux-системами. Главной утилитой является утилита grep. Значит, у нее есть довольно забавная легенда, не легенда, а real-life история, связанная с названием, но если будет время, я про нее расскажу, а если не будет, не расскажу. Учитывая греб, вообще говоря, может рассматриваться как просто поиск подстроки в строке среди текстового файла. То есть, если мы скажем вот так вот, то нам покажут строчку, в которой содержится наша подстрока. Кстати сказать, эта подстрока является регулярным выражением, просто состоящим исключительно из неспециальных символов. И с недавних пор, наверное, лет 5, наверное, grep еще умеет раскрашивать вывод. Видите, он беленьким подсвечивает. То есть, сейчас скажу. Вот из-за этого он умеет это делать. Тут указаны в странном птичьем формате цвета, которые полагается grep выводить в разных случаях. Вот формат птичьи, надо читать документацию по grep, ничего не понимаю. Понимаю только, что циферки справа, это спецификация цвета, которая используется на современных эмуляторах терминалов, но не на всех. Ну вот, в частности, тут где-то должен быть светло-белый. Вот. Это, видимо, как раз найденное выражение. 7 это серое, а 3 7 это светло-серое. Ну вот оно. Вот. Значит, это что касается использования grep как поиска подстроки в строке. Но гораздо интереснее, конечно же, искать не просто подстроку, да, а некоторый шаблон, написанный на языке регулярных выражений. Значит, атомарное регулярное выражение, например, может быть просто строкой, как мы уже видели, или, например, может быть, ну не знаю, там, аналог вопросительного знака, это просто точечка. Вот. Если мы, значит, точечка это один, ровно один любой символ. Как вы думаете, что сейчас покажет мне вот эта утилита? Да, весь файл. Она не показала, видите, все белым отмечено. Она бы не показала содержимое этого файла в случае, если бы в нем была строка пустая. Пустая. Давайте ее туда введем и убедимся, что это так. То есть вот, а, она так и сделала. Вот пустая строка, например. А, нифига она не пустая. Нифига она не пустая. И тут очень много пробелов. Окей, давайте мы здесь сделаем пустую строчку, вот после слова, перед словом July, совсем пустую. Вот. А про не пустую строчку я еще расскажу. Вот. Значит, смотрите, вот здесь вот между этой и этой строкой будет пустая строка. Нет, 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 смотрите, не поврезала. Вот эти пробелы остались, вот они. Здесь я вставил пустую строку, вот ее хорошо видно. А если мы поищем вот так вот, то этой пустой строки нету. Почему? Потому что мы нашли строку, в которой не содержится ни одного символа, и, стало быть, один любой символ в ней не содержится тоже. Вот. Соответственно, это один, да? Да. Значит, мы упираемся, помните, я сказал в начале, что такое строка. В случае утилиты Греб, строка – это то, что заканчивается концом строки, извините за тавтологию. А концом строки является мыслышаем. Вот. Соответственно, для того, чтобы и вообще большинство движков регулярных выражений, по некоторым причинам, о которых позже, ограничены как раз обычно вот одной строкой, именно в этом понимании строка, которая заканчивается переводом строки. Вот. Есть отдельный термин multiline, многострочные регулярные выражения, и как бы, вот если вы используете multiline, тогда вы должны сами рассказать, где ваша строка кончается. По умолчанию перевод строки. Он же конец строки. Точка – один любой символ. Какие еще бывают… Ща, давайте посмотрим. По-моему, кроме точки ничего такого нету. А, диапазон, конечно. Диапазон. 7-9. Естественно, значит, диапазон в квадратных скобочках указывается. Вот мне, видите, беленьким отмечены… Во-первых, Греб нам выдал только те строчки, где присутствуют данные символы из данного диапазона. И, во-вторых, красивым образом… Спасибо, кто придумал раскрашивать выдачу Греба. Красивым образом выделил все те символы, потому что это один символ, который этому диапазону соответствует. Казалось бы, ну в чем разница? Разница состоит в том, что к оператору, к регулярному выражению, которое показывает диапазон, мы можем приклеить так называемый повторитель, который будет говорить, сколько раз символ из этого диапазона, любой, подряд должен встречаться, и в результате именно это и замачится на наше регулярное выражение. Пример. Если мы здесь напишем 1, 2 и, скажем так, ща… Нет, давайте сначала по-другому. Давайте сначала посмотрим, что такое составное регулярное выражение, иначе будет неудобно пример приводить. Составное регулярное выражение так же, как составной шаблон. Состоит из нескольких атомарных регулярных выражений, просто слепленных друг к другу, и матчинг по ним означает, что мы должны замачить под строку, которая целиком делится на кусочки, каждая из которых соответствует составному регулярному выражению. Ну, например, а точка… тут нету… хотя почему? А точка г. Нет. У точка у. Вот. Как вы думаете, в календаре содержится такое регулярное выражение? Да, мне тоже кажется, что в августе. Точка – это любой символ. Угус, значит, соответствует… вот эта подстрока мачется вот этому регулярному выражению. Окей. там, к сожалению, нету удвоенных буквок, но мы их можем туда всегда ввести. Где там наша строчка пустая, которую мы добавили? Вот это вот, да? Давайте еще одну строчку добавим и вторую тоже добавим. Допустим… Так, это было слово ЕРР, непонятно почему. А, потому что в ней двойная буква Р. А здесь не будет никакой буквы Р. Нет, мы должны что-то на букву Е, да? Вот. И чтобы была буква О. Извините. Значит, такой вот странный пример. Сейчас я покажу, зачем. Идея состоит в том, что, как я уже говорил, могут быть повторители. Повторители бывают двух видов. Это любое количество символов от нуля и ровно один или ноль. Значит, давайте сначала про любое от нуля. Е, дальше Р звездочка. А, нет, нет. Давайте переделаем. Давайте переделаем. Тут должно быть… Здесь должно быть что-то такое. Вот такое у вас. Извините. Сейчас объясню, почему. Не будет со УЕ. ЕР звездочка О. Звездочка – это повторитель, который говорит о том, что предыдущее атомарное регулярное выражение должно встречаться в нашей подстроке ноль или более раз. Давайте поделим это составное регулярное выражение на части. Первая часть, вторая часть, третья. И это регулярное выражение соответствует букве Е в обоих случаях. И это регулярное выражение Р звездочка в первом случае соответствует двум буквам Р, а во втором пустой строке, потому что ноль или более раз. И вот это регулярное выражение соответствует букве О в обоих случаях. Обратите внимание на то, что как только вы используете повторитель звездочка, любое место в любом месте может быть сопоставлено с вашим регулярным выражением. Например, буква Y, повторенная 0 или более раз, встречается в каждой строке этого файла. Ну, как минимум 0 раз точно. Вот. Понятно? Да. Что? Ни в чем. Вот в таком, ни в чем. Просто так не надо делать. Да. А в шеле вот вы писали там тоже? Это шаблоны, то, с чего я начал лекцию. Да, это работает ровно так, как было сказано. Вот смотрите. Звездочка произвольное количество любых букв. Сама звездочка заменяется на произвольное количество любых букв. Да. Вопросительный знак ровно одна любая буква и диапазон ровно одна буква из диапазона. Проблема движка шаблонов шельных и фэнматча в том, что там нету разделения на диапазон отдельно, повторитель отдельно. И поэтому кое-какие вещи мы не можем в принципе задать с помощью шаблона. А с помощью регулярного выражения можем. Я ответил на вопрос? Вот. Значит, здесь у нас стало быть повторитель звездочка, а еще есть повторитель вопросительный знак, который означает повторение данного символа ноль или один раз. Так бывает нужно иногда. Значит, давайте попробуем что-нибудь состряпать ноль или один раз. Ну, что-нибудь типа О, Р, вопросительный знак, точка. Это не О, и не Р, вопросительный знак. О, Р, вопросительный знак, Р, вопросительный знак, точка. Нету. Почему? Точка это любой символ. Может быть, вопросительный знак. Да, я ошибся. Это из расширенных регулярных выражений. Беру свои слова назад. Ну, значит, только звездочка. Никакого вопросительного знака пока нет. Дальше расскажу про них. Он, в принципе, не очень нужен. Понятное дело, что это всего лишь символ есть или нет. Хорошо. Значит, к вопросительному знаку еще вернемся, когда будем говорить о более таких расширенных движках регулярного выражения. Пока что повторитель у нас, значит, только один, и этот повторитель звездочка. Шикарно. Значит, как мы уже видели из предыдущего примера, повторитель звездочка, он такой обманный, потому что если вы его используете, то имейте в виду, что регулярное выражение, повторенное ноль раз, встречается везде. Тем не менее, мы можем, тем не менее, мы можем довольно много всего вытащить из этого файла. Например, помните, я говорил про то, что мы не можем описать число с помощью языка шаблонов, а с помощью регулярного выражения очень легко описать число, целое, примерно вот так. Одна цифра встречается обязательно, и еще любое количество цифр встречается после нее. Вот. Ну, тут мы, к сожалению, не видим, как нам раскрасили, не раскрасили пробелы. Ну, кстати, давайте это сделаем. Давайте в какой-нибудь строчке заменим пробельчики, пробельчики на какую-нибудь, на минусы, нет, на подчеркивание. Вот. Ну, и кто скажет, да, пойди разбери, цветные они или, в смысле, выделены они или нет. Подчеркивание на что-нибудь видно, на решетке. Мы уж про решетки точно узнаем, что они не выделены, да? А вот, теперь видно, да? То есть, вот вам, пожалуйста, регулярное выражение, простейшее, которое показывает нам последовательность цифр ненулевой длины. Да, значит, первая цифра обязательная, остальные необязательные в любом количестве. Обратите внимание на то, что это два регулярных выражения атомарных. Вот это регулярное выражение диапазон, а это регулярное выражение диапазон с повторителем. Вот. Соответственно, что бы мы там ни видели, вот, ну, допустим, 20-20. На что я нажал? 20-20. Как вот эта строчка, подстрочка, да, выделенная, замачивается на это регулярное выражение? Кто мне может сказать? Два, да. И 0-2-0, да. Совершенно справедливо. Именно так. Именно так. Вот. Значит, А, еще позиционирование, да. Значит, в классическом движке регулярных выражений, помимо диапазона повторителя звездочка и ну и точки, есть еще позиционирование. Значит, поскольку мы с вами занимаемся searching, а не matching, то есть мы находим те строки, в которых регулярное выражение встречается. Наверное, нам захочется заниматься еще matching, то есть находить строчки, которые и есть целиком сопоставляются с регулярным выражением. Для этого в движке с классическим регулярным выражением есть просто маркеры начала строки и конец строки. Например, если мы сейчас поищем все то же самое, но вот так вот, это крышечка, это маркер начала строки, то такое регулярное выражение будет сопоставляться только с последовательностью цифр ненулевой длины, которые стоят в начале строки. Вот они. Как видите, те, которые начинались с пробелов, уже не участвуют в строке. И как видите, ни одно другое число, которое стоит не в начале строки, соответственно. Абсолютно такая же штука с концом строки. Это доллар. Вот, пожалуйста, видите. Значит, такое регулярное выражение сопоставляется только с числами, которые стоят в конце строки. Вот. И, ну и соответственно. Значит, обратите внимание на то, что я постоянно пользуюсь апострофами для того, чтобы квотировать вот эту строчку, которую я передаю Грепу. Потому что стоит ее не заквотировать, и Шелл решит, что это его шаблон. Начнет его применять. Уж больно похожие языки регулярных выражений и шаблонов. Вот. А наличие апострофа, как вы помните, означает, что то, что там внутри, вообще никак не интерпретируется Шеллом. Это просто какие-то строчки. Ну, то есть, если я вот так напишу, Шелл скажет, что такой файл не найден. Шелл скажет, что такой файл не найден, потому что он увидел спецсимвол и решил, что это шаблон и бла-бла-бла. Вот. Нет, это не шаблоны, дорогой Шелл, вот так лучше. Шелл скажет, что это шаблон и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это шаблоны для операционной системы Unix, вот когда она была одна, которые очень сильно укручивали и улучшали интерфейс работы именно в командной строке. И Зет Шелл – это один из таких интерпретаторов, который на сегодняшний день считается, ну, типа, самым крутым в Аз. То есть, ни один человек, который программирует на Зет Шелле, возможно, за исключением его авторов, а, возможно, и они тоже, до конца не знают всех его возможностей, потому что, ну, например, ну, не знаю, там, что бы такое вам показать интересное в Зет Шелле. Не буду показывать потом. Я думаю, что в четвертом модуле мы про это поговорим. Не знаю, насколько плотно, но поговорим. Значит, вообще говоря, другой вопрос меня интересует. Смотрите, здесь написано один символ из диапазона 0,9 и любое количество символов из диапазона 0,9 и конец строки. Внимание, вопрос. Почему этому регулярному выражению соответствует подстрока 20, а не подстрока 0? Подстрока 0, так же, допустим, подстрока 6, да, вот это. Вообще говоря, формально говоря, соответствует такому регулярному выражению, да. Один символ обязательный и неизвестно, сколько символов необязательных. На самом деле нет данных, я еще не сказал, почему. Потому что на самом деле есть еще правила соответствия, которые формулируются очень просто. Самый левый, самый длинный. Каждый раз, когда мы сопоставляем атомарное регулярное выражение со строкой, мы пытаемся сожрать как можно больше. Это так называемое жадное повторение. То есть вот звездочка, это жадный повторитель. Когда мы говорим звездочка, вот помните, сейчас я покажу. Значит, смотрите, вопустим какой-нибудь... Тут поиск замены надо вводить. Ну хорошо, даже безо всякого поиска замены. Давайте вот так вот сделаем. И еще один. 0,9 звездочка. Что, нет? А, я кавычки забыл поставить. Здравствуй, Shell. А, и давайте мой доллар уберем. Плохо. Сейчас, а в чем... А, у него в конце, я понял, у него в конце еще пробелы. Пробелы, пробелы. Давайте пробелы уберем просто. Я хочу просто остановиться вот на этом 20-20. Вот. Во. Смотрите. Вот, значит, такое регулярное выражение. Обращаю внимание, что я удалил пробелы, которые стояли в конце этого 20-20. Теперь оно тоже матчится. Которое состоит из четырех атомарных регулярных выражений, а именно цифра, последовательность, цифра, последовательность, конец строки. Для начала вопрос, почему, скажем, вот это вот 13 является, сопоставляется с такими регулярными выражениями. Что? Нули. Да. Значит, ну в смысле нулевой длины строки. То есть вот это сопоставляется с одной единицей, вот это с пустой строкой, вот это с тремя, а вот это с пустой строкой. Внимание, вопрос. Как сопоставляется это регулярное выражение с строкой 20-20? Давайте вспоминать правила самый правый, самый левый, самый длинный. Значит, я думаю, что правило самый левый, самый длинный, мы берем сначала выражение номер ноль. Оно не может быть длиннее, чем один символ, сопоставляем его с двумя. Потом берем выражение номер один. Оно должно быть самое длинное из возможных, и сдалывать оно сопоставляется с ноль два. Потом берем выражение номер два, оно сопоставляется с нулем, и выражение номер три, оно сопоставляется с пустой строкой. Я уверен, что это так, потому что для сопоставления сложных регулярных, составных регулярных выражений со строками используется алгоритм, как он называется-то, господи, с откатами, вот, с бэктрекингом. Как в действительности это работает? Берем первое регулярное выражение, сопоставляем его с максимально возможной длиной строчки, в данном случае с двойкой. Берем второе регулярное выражение, сопоставляем его с максимально возможной длиной строчки, в данном случае с 0,20. Берем третье. Ой, не получилось. Что мы должны сделать? Вернуться назад на второе регулярное выражение и немножко его сократить, поскольку в нем есть жадный повторитель. Давайте сократим на одну цифру, сопоставим его с 0,2. Берем третье регулярное выражение, сопоставим его с нулем. Берем четвертое, сопоставляем с пустой строкой. Успех. И это и есть результат. Такой алгоритм. Мы сокращаем то место, где использовался повторитель. Смотрите, давайте мы сейчас действительно попробуем более синтетический пример придумать. Что-нибудь такое. А, Б, С, Д, Е, Ф. И давайте мы погрепим в нем, что мы хотим. Диапазон А, С. Дальше что? Какой-нибудь... Как правильно это сделать? Ну, не знаю, там... Нет, плохой пример. Сейчас по-другому сделаю. Знаете что? Нам не хватает поиска с заменой. Вот мы сейчас... Расскажу про какой-нибудь поиск с заменой. Будет намного очевиднее. Хорошо? Давайте мы двинемся вперед. Потому что так вы должны мне поверить на слово, а так вы будете видеть результат. Заодно мы изучим еще парочку утилит, которые... которые... используются очень активно... в которых очень активно используются регулярные выражения. Первый из этих утилит это редактор Vim. Внезапно. Потому что... в нем вы можете указать команду search. Сначала вы... Вот давайте вот здесь вот. Search. Ну, скажем, 1 на W. Global. Ну, что на что? Меняем единичку на W Global. Никакого регулярного выражения пока нету. Но это только пока. Давайте сделаем так. Значит, допустим... регулярное выражение, допустим, пробел 0,9 звездочка на решетку Global. Почему так? Потому что любой из этих выражений сопоставимо с регулярным выражением, проделанным 0,9 звездочкой. Если не ошибаюсь, в Vim еще есть повтор... нету повторителя плюс. Он тоже такой, звездочка, да? Вот. Давайте ухитрим. Вот так вот. О! Да? Значит, давайте пробел уберем. Вот. Собственно, вот такая команда означает заменить все цифры от 0 до 5 в любой последовательности на одну решетку. То есть у нас все числа, в которых встречались цифры от 0 до 5 преобразовались. Причем, если это было двузначное число типа там 11, а, кстати, оно тут есть вообще. Да, конечно. Вот эти все числа заменились на решетки. 1,5 заменился на решетку, да? 1,4 заменился на решетку. Видите? Вот. И это не то же самое, если бы я написал вот так. Тут каждая цифра заменилась на решетку, а здесь заменились последовательности. Ой, что это было? Вот. Да? В общем, редактор Vim, как обычно, рулит. Вот. Но для обработки потоковых текстов есть еще потоковый редактор сет, который представляет собой программу, ну, интерпретатор. Вы этому интерпретатору даете команды редактирования текста, а он их к тексту применяет. Изучать сет мы сейчас не будем. Мы у него изучим ровно одну команду, которая называется поиск замены, и выглядит она в точности так же, как в Vim. Фактически Vim просто воспроизводит работу сета в этом месте. Мы можем сказать сет, search, что мы там написали, 0.9 звездочка, заменить на решетку, ну, и из файла equal. Что? А. Я не сказал global. Ой, а там решетка осталась от старого этого самого, да. Решетка, уйди. Сейчас, секунду. Все. Во. Значит, в данном случае у нас в каждой строчке заменилось вхождение. Обратите внимание, что пустые строки отлично попали под шаблон 0.9 звездочка. 0 символов содержится в начале любой строки. Но вот если мы здесь напишем еще модификатор global, то получится вот такая вот фигня. Global? А, сет. Сет — это потоковый редактор. А, global заменяет каждое вхождение строки. И тут, видите, да, плохая идея. Давайте пробел туда вставим. А, давайте напишем ву. Давайте напишем, как мы писали раньше. Во. Заменим все числа на решетки. Вот. Да? Так-то мы заменили все последовательности, включая последовательность нулевой длины, и получили, в общем, довольно странное поведение. А вот так вот мы заменили все числа на решетки. Вот. Вот пользуясь этим, этой штукой, я сейчас еще введу понятие замены, и тогда мы сможем вернуться к алгоритму разбора. Не зря у меня алгоритм разбора здесь в конце лекции, а не в середине. Значит, смотрите. И Vim, и сет совершенно в одинаковом синтаксе поддерживают не просто поиск с заменой, а скажем так, если мы хотим, например, сделать вот что. Допустим, у нас мы хотим все, что стоит после единицы, да, заменить на, не знаю, там, и, а дальше вернуть то, что было. Второй символ должен быть такой же, как был раньше, но мы это сделать не можем, мы можем написать только решеточку. Вот она. Да? Ну и G, G я сказал, G я сказал. Вот. А почему, кстати, а, G я не сказал. G, global. А я хочу, чтобы было написано, чтобы тут было написано, понимаете, и 0, и 1, и 2. То есть, я не могу заменить все единички на I, тогда у нас единички в десятках тоже заменятся. Я хочу заменить каждый символ в двузначном числе единичку на I. Что я должен сделать? Я должен вспомнить вот этот вот кусочек. Ой. Вот этот. Да? Я хочу заменить вот это на вот это же только вот в начале I. Значит, что мы делаем? Мы тогда это дело запоминаем. Запомните, это такие скобочки. Их почему-то надо брать через бэкслэш, бэкслэш в скобки. А здесь вспоминаем, пишем бэкслэш 1. Что в этом регулярном выражении написано? Это еще пока можно прочесть. Вообще, регулярное выражение это такая штука, которая писать гораздо проще, чем читать. Вот. Уже сейчас вот эти, вот, вот, отведите глаза, посмотрите на потолок, вернитесь и попытайтесь понять, что здесь написано. Вот. Но если читать последовательно, наверное, все еще пока можно прочитать. Поиск, 1, группируем, открываем карман, в кармане содержится ровно одна цифра, закрываем карман, заменяем на и большое, и содержимое первого кармана. Что? Нумеруется с единицей, да. То есть, что мы сейчас сделали? Мы заменили единичку на и, но только в тех случаях, если эта единичка была числом, после которого, цифра, после которой следует еще цифра. Да, например, вот эта единичка осталась жива, вот, и там какая-нибудь, какая-нибудь 21 число, вот эта единичка осталась жива. Вот это уже штука, которая никак невозможна движком обычных шаблонов, вот, а как вы понимаете, допустим, даже если вы в редакторе ВИМ что-нибудь такое модифицируете, довольно частая штука. Вот. Вот теперь настала пора немножко поговорить о правиле самой левой, самой длинной и о самых жадных повторителях. Мы теперь можем явно выделить, какой группе принадлежит какой кусок. Да, вот, очень просто. Эхо, допустим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, сет, сетч, 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 я сказал, что там, а, а звездочка, а, а звездочка, еще а, вот здесь забыл, один, два, два, три, четыре, а потом вы зададите свой вопрос про однотипные, потому что я его, кажется, не понял. Че? Где-то я обшипся, а вот здесь обшипся. вот. Выглядит как крик в мемесике. Да, так, что здесь произошло? Давайте мы не будем бояться вот этого ерунды. Или хотите, ладно, чуть позже. Ерунды. Значит, обратите внимание на то, что вот такая фигня ограничивает карман номер один, следующий, разумеется, карман номер два, следующий карман номер три и номер четыре. А вот мы вставляем карман номер один, карман номер два, номер три, номер четыре. Следуя правилу, самый левый, самый длинный, мы замачили, ну, вот это регулярное выражение, понятно, оно длиннее, чем в один символ, ровно один символ есть. Вот это у нас замачивалось аж в четыре буквы А, потому что это наибольшая длина вот этого регулярного выражения, при котором матчинг вообще говоря происходит. Вот этот замачивался на просто А, и вот этот замачивался опять-таки на остаток строки, но он оказался пустой, ну и хорошо. Матчится и ладно. Самый левый, самый длинный. Вопросы, я чувствую, какое-то повисло гнетущее молчание. Вы задавали вопрос про однотипные и неоднотипные выражения. Видите, что он третчет, но когда это имеет смысл, только если вот следующая скобка... Не-не-не-не, совершенно нет, совершенно нет, он в любом случае это сделает. Просто это по факту получается так, что у нас, если скобки однотипные, они могут друг на друга накладываться, а если неоднотипные, не могут. Но они могут быть, смотрите, они могут уже вот, вот я здесь могу написать что-то типа... И здесь могу написать тоже какой-нибудь там, не знаю, точка-звездочку. Они уже в каком-то смысле неоднотипные, правда? Вот. Значит, идея разбора очень простая с бэктрекингом. Мы делим наши регулярные выражения на атомарные, пытаемся замачить самое первое регулярное выражение, самое длинное под строку, второе, самую длинную оставшуюся часть, третье, самую длинную оставшуюся часть, и так до тех пор, пока не настигнем успеха. А если у нас неуспешный матчинг, мы отказываемся от последнего матчинга регулярного выражения и пытаемся замачить чуть более короткую строку предпоследним. И так вот туда-сюда. Что, в общем, наводит нас на мысль о том, что можно написать хорошее, годное регулярное выражение, особенно со вложенными скобочками, которые будут бесконечно долго мачиться. Ну или так, актуально бесконечно. Звездочка, повторитель, звездочка и так дальше. Ну, в общем, это в чем-то правда, конечно. Хотя, вот, значит, самый левый, самый длинный. Соответственно, если вы, например, хотите… Сейчас. Вот. Как вы думаете, если я скажу вот так? Ну, давайте вот так вот сделаем. Это будет у нас три кусочка. Какой будет результат? Ну, у нас перед глазами это место. Только окт с большой буквы, да? Что произошло? У нас замачивался… Ну, давайте я верну вот это вот, поменяются местами. Давайте я сделаю два-три, тогда все будет видно. Да? Вот это регулярное выражение по правилу самый левый, самый длинный, оказалось самым длинным аж отсюда, вот досюда. Это окт, а это бер. То есть, я просто хочу вас предостеречь относительно такой, ну, скоропалительной интерпретации, да? То есть, вот вы всегда должны понимать, что повторитель, звездочка, он жадный. Он сжирает столько, сколько сможет. Причем, чем левее он стоит, как бы, кто первый встал, того и тапки. Да? Даже если мы здесь напишем вот так вот, допустим, да? Ну, еще один, допустим, да, точка-звездочка. Вот эта точка-звездочка будет пустой. По вполне понятным соображениям. Потому что предыдущий выживет все, ему не останется. Такие дела. Вопросы. Значит, на практике у нас будет C-шные программки, которые это делают. Там чуть более сложный интерфейс. Именно поэтому я показываю на лекции на обычных утилитах. Но, в общем, это... Я забыл сказать, что диапазоны можно не перечислением показывать, а, допустим, вот таким вот, да? Ну, в общем, вот, видите? Да, то есть диапазон не обязательно должен быть перечислением. Вы можете просто перечислить. Как это? Диапазон не обязательно должен быть диапазоном, он может быть просто перечислением. Ну, просто синтаксис такой. Ах, да, еще может быть вот такая штука. Это значит не входящий в диапазон. Забыл. Вспомнил. Ну, потому что иногда проще указать то, чего не входит, чем то, что входит. Так. Теперь, значит, у нас есть некоторое ветвление потока лекций, но ничего. Во-первых, надо понимать, что, как я уже сказал, если делать разбор с бэктрекингом, то, в принципе, сложное регулярное выражение, особенно со вложенными скобочками и большим количеством повторителей типа звездочка, может парситься актуально бесконечно. Потому что мы замачили 0 в 0 в 0, потом подвинулись на минус, снова замачили 0 в 0 в 0, и так, в общем, делаем бесконечный раз. Вот. По возможности не используйте повторительные звездочки там, где они не нужны. Как вместо них пользоваться, сейчас расскажу. Но на самом деле есть другой алгоритм разбора регулярного выражения, который, к сожалению, не подходит для поиска с заменой, потому что он базируется не на подставлении шаблонов, а на потихонечку по символному сопоставлению строки. Это вот называется pattern-based, а это называется string-based. То есть мы сначала посмотрим, где у нас a, потом посмотрим, где у нас a в таком сопоставлении, потом, ну, в общем, вот. Эта штука строит дерево разборов, и там требуется память. То есть она работает быстрее. String-based механизм, он работает быстрее, но ему требуется память, и, ну, соответственно. Как правило, штуки, которые, типа грепа, которые только ищут, они пользуются алгоритмом сопоставления, а штуки, типа седа, которые делают поиск с заменой, они пользуются поиск с возвратом. Слово NFA и DFA имеют отношение к теории конечных автоматов, и в первом случае строится неопределенный конечный автомат, то есть такой разбор, при котором мы можем пойти то в одну сторону, то в другую. Мы можем замачить наш pattern побольше строчка или поменьше. А DFA здесь строится определенный конечный автомат, то есть в процессе все дерево разбора работает так, что мы всегда точно знаем, какое действие будет следующее. Что неудобно? Неудобно использовать бэкслэш-скобки. Глаза начинают прыгать по этим бэкслэш-скобкам. Неудобно использовать повторитель звездочка, хотя на самом деле очень частый случай, это вот как в случае с цифрами, с числами, помните? Где там числа? Во. Очень частый случай, когда нам нужно один и более раз что-то повторять. Еще было бы удобно, если бы мы могли, например, указывать сколько раз повторять, например, там от одного до пяти, и указывать несколько альтернатив для поиска, если мы хотим искать либо то, либо это. Все, что я сейчас сказал, входит в так называемые расширенные регулярные выражения. Расширенные регулярные выражения, как это ни странно, не выводят нас за класс автоматных грамматик, то есть алгоритм все тот же, это просто такой синдоксический сахар. Для того, чтобы использовать расширенные регулярные выражения, надо использовать утилиту не греб, а утилиту е-греб, и не сет, а сет с ключиком минус е. В ВИМе, там придется, чуть более хитро, сейчас покажу. Значит, что касается сета, вы можете сказать, сет кажется вот так вот, и тогда вот это вот слегка все сокращается до вот такого. Соответственно, есть повторитель плюс, то есть мы можем сказать, е-греб, допустим, 0.9 плюс, плюс в этом нашем календаре. Че? А, он не умеет, что ли? Да, вот. Плохо видно, но давайте сделаем так. Только тут эхо. Е-греб, минус-минус колор. Это был е-греб, а я что сказал? Ну вот. Видите, да? Значит, повторитель, в отличие от звездочки, не матчится, где попало, а матчится только в том случае, если был хотя бы один символ. Вот. Повторитель, вопросительный знак, матчат, ну, тут плохо видно, потому что они, ну, короче, ровно один символ или ноль. Вот. Что еще? Я говорил. А, количество. Количество, пожалуйста, сейчас будет количество. Вот, допустим, от трех до пяти, ну, до пяти, я сказал. О, обратите внимание. Максимум пять, помните, самый левый, самый длинный. Минимум четыре. Вот. Ну, минимум три. Здесь замачивался. А если бы мы сказали вот так вот, допустим, то вторая строчка бы и не замачивалась, потому что она только два. Вот. Да, и альтернатива. Альтернатива выглядит примерно так. Вы можете взять несколько атомарных регулярных выражений, объединить их скобочкой и написать что-то в таком духе. Сейчас, g-g, минус-минус-color, открываем скобочку, и здесь будет либо e2, либо, допустим, все. Все. Вот. Вот это e2, вот это все. Вот. Такая же фигня с седом, да? set минус e, search, e2, палка, все. На, допустим, заменяем на решетка, бэкслэш 1, решетка глобально. Вот, пожалуйста, он оба паттерна заменил. Обратите внимание, что скобочки играют двойную роль. С одной стороны, они группируют регулярные выражения, с другой стороны, они же запоминают в карман с номером такой-то. Вот. Иногда это неудобно, и в питоне, кстати, в питонских регулярных выражениях там это разведено, там есть специальные скобочки, которые в карман не запоминают. Но про питон говорить не буду. Так. Значит, хочу сказать, что введение вот повторителя плюс и альтернативы никак не влияет на движок регулярного выражения. Как работал, так работает. Так, что-то еще хотел сказать. А, класс эквивалентности. Считается правилом хорошего тона, если вы действительно пишете какую-то вот штуку с использованием регулярных выражений, не использовать конструкции типа 0.9. Вместо этого рекомендуется использовать вот такую штуку. Дигит. Ну, давайте сделаем вот так вот, как обычно. Г. Вот. Значит, вот эта вот внутренняя вот такая вот гармошка, баян такой, это указание класса эквивалентности. Я говорю, все цифры. Или, допустим, ну, тут одна цифра, да, давайте поставим звездочку. Во. Что-то я не понял. А почему она сработала не так, как я хотел? По идее, он должен сожрал. А, нет, все, вот, Жаня, все, как я хотел. Вот, вот, да, все правильно, он сожрал. А, давайте плюс поставим тогда. О, какая красота, смотрите. Все как у людей получается, да? Вот поэтому плюс лучше, чем звездочка. Я вот к чему. Вот, значит, вот такая вот, ну, это сложноватая вещь, это довольно сложно писать, ну, как бы лень писать, вот, целое слово дигит, но, по крайней мере, люди, которые читать будут ваши регулярные выражения, чуть больше поймут. Вот, и таких классов эквивалентности, по-моему, если мне не изменяет память, сейчас, значит, 7 регекс, потому что это по форматам, да? Значит, 7 мануал. Вот они. Алфаветно-цифровые числа, знаки припинания, буквы, псевдографика, пробелы, переводы строки, табуляции, переводы формата. Значит, маленькие буквы, большие буквы, управляющий символ, печатные символы, шестнадцатеричные цифры. Из всего этого безобразия, наверное, интересно ловер и аппер, потому что они еще паразиты чувствительны к вашей локали. Я про локали хотел рассказать в прошлый раз, когда говорил про строки, но не успел. Значит, что такое локаль неожиданно? Локаль — это набор договоренностей о том, как интерфейс вашей операционной системы адаптирован к вашей стране, вашему языку. Это не то же самое, что перевод, потому что помимо перевода в случае локализации есть еще большое количество дел, которые нужно делать, чтобы адаптировать к стране. Пиктограммки, например, переводить. Например, представление даты. Нет, там ru, подчерканье ru, точка utf8. Знаете, там 13 марта, ой, не ru, а у нас марта 13, не знаю почему, такой стандарт. На каком языке выводится сообщение? Это z shell, а вот если мы скажем что-нибудь такое, скажем. Обратите внимание, да? То есть если от вашей утилиты есть перевод, то при установлении нужной локали этот перевод будет переведен на этот самый язык. Вот, локаль устроена так, что здесь код страны, здесь, наоборот, здесь код языка, здесь код страны, а здесь кодировка. Позвольте мне про кодировку пока ничего не говорить, это отдельная тема. Вот, в разных странах один и тот же язык может быть слегка разным. Например, YenUS и YenUK очень сильно отличаются, как вы понимаете. Вот, даже была история о том, что англичане сказали, что они не будут пользоваться новой версией, и уже не помню, чего, кажется, Adobe Photoshop, а пока его не переведут на английский язык. Вот, потому что там терминология вся другая, и как бы всем этим креативщикам непонятная. Вот, значит, такие дела. Но помимо этого есть еще всякие другие штуки. Например, представление чисел. Вы знаете, да, что по российскому стандарту разделителем между дробной и целой частью является запятая, а не точка. Вот, привет, Excel, вот это все. Все, именно. Значит, а вы знаете, что при сортировке, согласно российскому стандарту текста, большие буквы и маленькие не отличаются. А по-английски отличаются. Ну, вот это вот все. Вот, этим управляет как раз пачка переменных, которые начинаются на LC. Если вы не хотите, не хотите все переделывать, вы просто ставите, как я это делаю, LC all в правильное, в правильное значение. И тогда у вас перегружается вся локаль. Наша с вами лекция, поскольку, условно говоря, английский, здесь локаль английская. Ну, вот я привел пример русский. Так вот, как вы понимаете, понятие того, что такое буква, что такое маленькая буква и большая буква, это тоже очень локализависимая штука. Вот, и движки регулярных выражений в этом деле участвуют. Нам осталось две минуты, я, как обычно, не все успел. Значит, смотрите, вы уже видели такую фигню, что одни и те же конструкции, например, скобочки, в разных изводах и регулярных выражениях выглядят слегка по-разному. В одном там круглые скобочки, а в другой круглые скобочки с бакслышами. В разных утилитах, например, в ВИМе, могут использоваться всякие более хитрые штуки. Покажу на практикуме, что в ВИМе, например, можно по границе слова искать. Это довольно удобная штука. Хочу найти слово, чтобы на границе слова что-то было. Что еще бывает важно? Да, в Питоне, а также в Перле, а также, значит, в специальной библиотеке, которая называется ЛИППЦРЕ, Perl Compatible Regular Expression, используются, вообще говоря, нерегулярные выражения, используются конструкции, которые выходят за пределы, как это правильно сказать, выходят за пределы простой автоматной грамматики. Например, в Питоне, если вы помните, есть такая штука, как предпросмотр. Вот мы с вами, когда меняли, сейчас покажу, вот так вот делали, да, мы заменяли вот эту группу на вот эту группу, в выражении с предпросмотром мы могли бы сказать единичка, после которой стоит что-то, ты это что-то посмотри, но не включай в матчинг, потом разберешь. То есть, обозначить вот этот кусочек регулярного выражения, как не включаемый в матчинг. То есть, единичка, после которой стоит вот это, но это вот это, как бы потом посмотришь. Вот. И нежадные повторители, то есть звездочка, которая работает не как самая длинная, а наоборот, как самая короткая. Нежадные повторители предпросмотр, это первый путь к написанию регулярного выражения, который выглядит нормально, разбирается вечно. Потому что нету четкого определения. Вам придется, вашему движку придется обшарить все возможные варианты, прежде чем во что-то финишировать. У нас хотя бы есть бэктрекинг. Это тоже, конечно, то еще развлечение, но тем не менее. Вот. Значит, про себя рассказать не успел, значит, покажу, но там ничего сложного, покажу на семинаре. Вот. Значит, кому интересно, есть прекрасная книга, называется МРИ, Mastering Regular Expression, вот такой толщины. Там про регулярное выражение все. Вот. Если кому хочется попрактиковаться, есть еще вот такая штука, 10 задач по регулярным выражениям. Вот. Практика показала, что РФЦ 28-22, ну, скажем так, люди, которые прочитали МРИ, они сразу говорят, что, ребята, если вы хотите написать регулярное выражение, соответствующее почтовому, ну, к адресу e-mail, не делайте этого, потому что в первой книжке Фридла, Mastering Regular Expression, было регулярное выражение перловое, которое матчило стандарт тогда еще не 28-22, а 822, гораздо более маленький стандарт. Оно было на 16 страницах. Страницах. Вот. С комментариями, правда, на страницах. Поэтому нет, задачу номер 7 не делайте, сразу скажу. Вот. А в остальных случаях вот есть прекрасная, это самое, тренировочная площадка. Все, мы закончили. Если вопрос есть, задавайте. Стало ли понятнее, что такое регулярное выражение? Очень хорошо. Два раза да, это уже хорошо, чем ноль. Хорошо. Тогда, значит, ну, вас они ждут теперь на семинарах и в домашних заданиях, так что все хорошо. Вот. Причем, я думаю, даже в Еджаже будет домашка, потому что это все можно сделать.